Бокер Тов, мы с вами сегодня продолжим с 4-й, мишны 3-й главы трактата Маасэр Шани. И просто напомню в двух словах, что в прошлый раз мы сказали, что есть такой лайфхак, да, человек имеет право перенести святость уже в Иерусалиме с денег Маасэр Шани на плоды, которые обычные, его товарища. То есть у человека деньги Маасэр Шани, они не ликвиды, да, их можно использовать только на что-то святое, а у него больше кэша на руках нет, ему нужны деньги. Что он может сделать? Как он может свои деньги сделать обычными, ликвидными? Он берет и спокойно может перенести их святость на плоды своего товарища, если есть кто-то, кто готов, чтобы его плоды осветились, да, например, просто он должен будет немножко аккуратнее их съесть, но зато своему другу поможет. Тем более, конечно, он может сделать то же самое со своими плодами, если у него есть обычные плоды, перенести святость этих денег на обычные плоды, которые вместе с ним в Иерусалиме. Тогда же Мишна приходит научить нас, что даже плоды, обычные плоды Шельхулин и деньги Маасэра Шани, которые не находятся в одном месте, а, например, плоды находятся в Иерусалиме, а деньги находятся за пределами Иерусалима, или наоборот, деньги находятся в Иерусалиме, а плоды находятся за пределами Иерусалима, все равно человек имеет право произвести вот этот вот хилуль, произвести перенос святости с денег на плоды. Итак, говорит Мишна, перот бирушалайм, если у человека плоды уже в Иерусалиме, то есть у него обычное ведро яблок в Иерусалиме, у Маот бамедина, но деньги, святые деньги, а святые деньги у него, которые держат в себе святость Маоса Рашини, они находятся бамедина, бамедина это имеется за пределами Иерусалима. Омер, тогда пусть очень просто, да, он говорит, вот пусть те деньги святые, которые у меня находятся вне Иерусалима, их святость упадет на эти плоды, которые передо мной, а я сейчас нахожусь в Иерусалиме. И это работает, и все его деньги сразу святость с них ушла, это обычные теперь деньги, а плоды, которые у него в руках в Иерусалиме, они стали святые. И то же самое наоборот, Маот бирушалайм, если у человека деньги были в Иерусалиме, но плоды обыкновенные, на которые он хочет перенести святость, они находятся за пределами Иерусалима. И ему нужны эти деньги срочно, и нету рядом друга, и у него нет плодов, что ему делать? Вот я переношу святость этих денег на плоды обыкновенные, которые у меня лежат дома за пределами Иерусалима, пусть они станут святые, а деньги станут обычные. И это тоже работает. Единственное, что бил Батши, что теперь те плоды, которые за пределами Иерусалима, на которые он перенес святость, теперь он их не может выкупить уже. Он именно их должен прийти в Иерусалим и их съесть. То есть если ты воспользовался этим лайфхаком, имея деньги в Иерусалиме святые, перенес их святость на плоды, которые были за пределами Иерусалима, эти плоды осветились, деньги стали в свободном доступе, то есть обыкновенными деньгами, но плоды, на которые ты принес святость, необходимо принести в Иерусалим и съесть по всем законам в Иерусалиме. Имеется в виду, их больше нельзя снова перенести на деньги. То есть это можно делать только раз. Следующая мечта, а вот они хасимы Иерусалим, короткая мечта, приходит наша мечта научить нас, что есть большая разница между плодами Маасы Рашини и деньгами Маасы Рашини. Потому что плоды, как только они пришли в Иерусалим, попали в Иерусалим, их больше из Иерусалима выносить нельзя. А вот деньги Маасы Рашини можно заносить в Иерусалим, можно выносить из Иерусалима, да, они этим не ограничены. Говорит мечта, Маот, деньги Маасы Рашини, освященные святостью Маасы Рашини, ты можешь их занести в Иерусалим, ты можешь их вынести из Иерусалима. Даже если ты занес деньги святые в Иерусалим, ты можешь снова с этими деньгами выехать из Иерусалима. Но если ты зашел и принес корзину плодов в Иерусалим, вынести их больше ты не можешь. Причем не просто не можешь, ты даже не можешь их вынести временно. То есть, например, ты не можешь их вынести в Давильню за пределами Иерусалима, чтобы просто их там, не знаю, раскрошить, обработать и вернуть их. Тоже не имеешь права. Все нужно делать уже в Иерусалиме. А вот Робан Шимон Бенгамлиэль говорит, афа перот нехносим ее цинь. Он говорит, нет, я спорю. То есть, нет, я не спорю по поводу того, что плоды просто так, да, выносить за пределы Иерусалима занесенные нельзя. Я спорю, что если это временно, говорит Робан Шимон Бенгамлиэль, вот временно, как мы сказали, там, раздробить их или сделать с ними что-то, обработку какую-то, и чтобы снова их занести в Иерусалим, так можно. Потому что михицот Ярушалаем, границы, то есть, сразу за границей Иерусалима, они все равно несут, выдерживают Маасыра Шинифа, асуру Луоцям Ярушалаем, альминатлив, то там. Единственное, что их нельзя выносить, чтобы их выкупить. То есть, нельзя точно по всем мнениям, если ты занес плоды Маасыра Шинифа, Иерусалим, все, ты их должен там съесть. Ты не можешь их вынести, а потом сказать, слушай, давай я принесу их святость на деньги, деньги снова занесу в Иерусалим, и снова куплю плоды в Иерусалиме. Нет, вот так вот делать нельзя. Если ты уже занес плоды, корзину плодов в Иерусалим, ты должен эти плоды в Иерусалиме и съесть. Дальше играться, выносить их из Иерусалима, снова переносить святость на деньги, заносить в Иерусалим, снова покупать плоды, это делать нельзя. Хоть раби Шимон бен Гамлеель спорит, но Аллаха по нему не идет, Аллаха идет по танакаме, что только деньги можно заносить и выносить из Иерусалима, а вот плоды даже для временного использования за пределы Иерусалима, плоды Мааса Рашини, если ты их уже занес, выносить нельзя. Следующая большая Мишна. А вот теперь интересно, что даже если ты берешь плоды Тевель, то есть у тебя плоды, от которых еще ничего не отделено, там сидит внутри трума, там сидит внутри десятина, но ты еще десятину не отделил, ни первую, ни вторую, ни труму, у тебя Тевель. Тевель, это урожай не отделенный, но если этот урожай попал в Иерусалим, и после этого ты отделил Мааса Рашини, то есть он прошел Иерусалим, ты их занес в Иерусалим, вышел из Иерусалима, и там отделил Мааса Рашини, тем не менее, так как эти плоды уже побывали в Иерусалиме, Ты уже не можешь перенести святость Мааса Рашини, отделенного от таких плодов, на деньги, чтобы вернуться в Иерусалим уже с деньгами и купить там что-то. Ты именно этот Мааса Рашини должен съесть в Иерусалиме. То есть если у тебя было ведро обычных яблок, ты прошел вместе с ним через Иерусалим, вышел из Иерусалима, и там от этих яблок отделил Мааса Рашини, ты не можешь больше этот Мааса Рашини перенести его святость на деньги. Ты должен эти плоды взять, вернуться в Иерусалим и конкретно их там съесть. Так говорит Мишта, Любые плоды, работа по обработке которых завершена. Помните, мы с вами учили, для определенных плодов это определенное время, это определенная работа, молодьба, какие-то определенные виды работ. Но когда плоды готовы к употреблению, они в таком виде уже кондиции используются, либо идут на продажу, либо идут на употребление в пищу. Нам учили про это много Мишта. Так вот, когда плод достиг этой отметки, и уже этот обработанный завершенные плоды прошли через Иерусалим, даже если они еще были Тевелем, то есть они уже подлежали отделениям, но Тевель, да, ты еще ничего не отделил, и они попали в Иерусалим. Ты, выйдя из Иерусалима, отделил массы решений, ты должен именно этот массы решений вернуть обратно в Иерусалим и там его съесть. Перенести святость на деньги ты больше не можешь, как мы сказали. Но если это были плоды, обработка которых еще не завершена, то есть они еще даже не подлежали законам об отделении десятин, ты их еще не завершил, они там не доделаны еще. Например, у тебя виноград, но ты собираешься его давить, то есть в итоге ты собираешься из винограда получить вино. Или у тебя солейтеаним на мукце, или ты несешь инжир для мукце, мукце это давильно, где их прессовали, чтобы сделать из них круги инжира, мы про них тоже говорили. То есть это еще не финишный продукт, ты еще не в таком виде собираешься их есть. Мы знаем, что они еще не подлежат отделению никаких трумот и массы. Тем не менее, касательно вот таких плодов у нас есть спор. Бейт Шамай говорит, я хазор маасэ шиниш лагем я хер бируш лагем. То же самое. Говорит, Бейт Шамай, неважно, если эти плоды, пусть даже не завершенные, но они попали в Иерусалим, а ты потом вынес их и там додавил, там сделал из них, завершил работу, отделил массы шини от них, вот именно это то, что ты отделил, ты должен вернуть в Иерусалим и съесть. Ты не можешь принести теперь с них святость на деньги и за эти деньги другие плоды купить в Иерусалиме. Нет, не можешь, говорит Бейт Шамай, так как они были в Иерусалиме. Но Бейт Шамай говорит, нет. Касательно вот таких, которые не была завершена работа, ты имеешь право их выкупить, перенести их святость на деньги. И можешь съесть эти плоды, где хочешь, в любом месте, потому что ты святость с них снимешь. А эти деньги верни в Иерусалим и там купи себе плоды и как по обычной схеме работай. Почему? Потому что Бейт Шамай, Бейт Гилет считает, в отличие от Бейт Шамая, что да, хоть эти плоды и были в Иерусалиме, но они еще не были завершена работа над ними. Поэтому на них еще не упала святость, обязанность никакая. И поэтому, отделив от них массы шини за пределами Иерусалима, это обычный массы шини, который подлежит переносу святости на деньги. Раби Шимон Бейт Гуда говорит от имени Раби Йосифа. Я, говорит, хочу немножко поспорить с Тадакамой. Бейт Шамай и Бейт Гилет вообще не спорили касательно плодов, работа которых не завершена. То есть там они оба согласны. Они спорят только касательно плодов, работа над которыми была завершена. Что касательно плодов, работа над которыми не была завершена, даже Бейт Шамай согласен, что можно спокойно отделять от них, переносить их святость на деньги и возвращаться в Иерусалим. Тут даже спора нет. Потому что пока не завершена работа, Маасер, да, они не подлежат Маасеру, и то, что ты прошел по Иерусалиму, значения не имеет. А над чем же они спорят? Они спорят только касательно плодов Шениг Мирам и Лахтан, работа над которыми была завершена. Но отделено еще ничего не было. Бейт Шамай говорит, все, так как уже не есть обязанность отделять от них Маасер, и этот Тевель прошел территорию Иерусалима, где бы ты теперь не отделил Маасер Шени, ты уже теряешь возможность переносить святость этих плодов Маасера Шени на деньги. Ты должен именно их конкретно съесть в Иерусалиме. А Бейт Шамай действительно спорит и говорит, нет, все равно, так как еще не было отделено Маасер Шени, не был отделен, пусть даже уже Тевель подлежал этому отделению, ты все-таки, если отделишь Маасер Шени за пределами Иерусалима, ты можешь перенести святость плодов на деньги. Так учил спор Бейт Шамай и Бейт Гилеле Раби Иуда. Но Аллаха не идет, по мнению Раби Шимону Барьеву, Дани Иуды. Эла кета Анакама. А по мнению Танакамы, что нет, что все-таки Бейт Шамай и Бейт Гилеле спорят именно касательно плодов, десятина которых не была отделена. То есть, да, Бейт Шамай говорит, что если даже не была завершена работа над плодами, если эти плоды побывали в Иерусалиме, все равно ты теряешь возможность переноса святости. Да, даже если не была завершена работа по ним. То есть спор даже про плоды, где работа была не завершена. В отличие от того, как считал Раби Иуда, он говорит, что нет, что тут никто не спорит. Аллаха идет по Танакаме, что да, спорят. Так и продолжает Мишнам. А что касается Адмай, если у тебя Дмай, помним, что такое Дмай. Дмай – это плоды, купленные у Амарыца. Амарыц подозревается в том, что не разбирается в законах Масера, и ты никогда не знаешь, купленные у него плоды. Он отделил от них Дмай или нет? Он отделил от них все Турмот и Масера, или нет? Тогда, говорит Мишнам, что касается Дмая, ты можешь заносить его в Иерусалим, ты можешь выносить его из Иерусалима, и ты не теряешь возможности выкупа и переноса святости этих плодов на деньги. Речь, есть, которая объясняет, что речь идет про Масер Шени Дмая. Что несмотря на то, что ты уже вошел с этими плодами Дмая в Иерусалим, тебе разрешается их вынести из Иерусалима, и после твоего отделения, которое человек должен делать в Медрабанан, помните, мы говорили, что Дмай – это сомнение. И мы говорили, чтобы избежать сомнений, если купил такие плоды на рынке, дома отдели, отдели все. Так вот, это отделенный Масер Шени из-за сомнения, ты сможешь принести его святость на деньги. Говорят, что в Рим Шааб Масер Шени шель Дмай. Но есть, которые полагают, что нет. Даже если ты занес Масер Шени Дмая, в Иерусалим, ты уже не можешь его выносить оттуда. Так что Алрамбам, например, Кенареш и Хазар, помню, прошел не Скарлиэль. Но наша мечта говорит, согласно Иерусалимскому Талмуду, касательно Тевеля, то есть именно урожая, от которого вообще ничего не было отделено. И это Тевель шель Дмай. Да, это урожай Дмая. Шавар бето Херушалайм, который прошел по Иерусалиму. Шамутар Левдот Масер Шени. Что ты имеешь право отделять от него Масер Шени за пределами Иерусалима и переносить его святость. Отделять это ты имеешь право. Но когда ты отделишь, ты сможешь принести его святость на деньги. Вот такой вот спор, да, такие вот три у нас смешны. Давайте скажем, ле-илуй нишмат. Сегодняшние красивейшие святые мечтают про поведение Сама Сэр Шени на территории храма. Ле-илуй нишмат. 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 читаем Парашата Ходеш и пропустите чтение Торы в шаббат. Всем шкоях. Прощаюсь с вами. Спасибо. Спасибо.